добрый вечер тетя хая вам моталка из китая приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова итак мои хорошие наконец-то получила я свою моталку из китая и я о ней вам уже рассказывала сегодня я хочу вам ее показать рассказать почему я выбрала именно такую модель ну и конечно же показать как это моталка работает я уже перемотала вот такие очень тоненькие ниточки это шелк и конечно же у нас опять грядет новый проект ну о нем я расскажу позже но то что я получила истинное наслаждение это факт итак давайте рассмотрим эту моталку во всех подробностях я расскажу о цене и об этой модели моталка очень тяжелая но как очень тяжелая полтора килограмма весит вот эта штука здесь очень толстый металл он достаточно тяжелый потому что металл тоже бывает разный я забыла как называется то что добавляют китайцы в металл чтобы сэкономить так вот здесь этого нет сулумин по моему лишь так называется как называется эта штука сулумин которая добавляется в металл лёшик подскажи мне я думала лёшик здесь алёшика нет ушел наверно ну ладно ну короче металл тогда мягкий так вот это настоящий металл здесь ничего не добавлено это сто процентов потому что он тяжелый вот именно из этих соображений я заказала именно такую моталку наверняка вязальщицы которые заказывали себе подобные вещи я тоже рассматривала очень много разных моделей но остановилась на этой во первых здесь практически все металлическая значит единственная пластмасса здесь это вот вот этот штырь на который одевается собственно говоря вот это вот но это вот у меня из туалетной бумаги из-под туалетной бумаги из под рулона я теперь эти штуки не буду выбрасывать на нее очень хорошо наматывать ниточку вот и пластмассовая вот эта штука и пластмассовая ручка все остальное здесь все металлическая направляющие металлические металлическая станина металлическое основание как бы ручки в общем и вот эти шестеренки или как их назвать но в общем вот эти штуковины вы сейчас посмотрите как это работает но они металлические стоит такая моталка на алиэкспресс полторы тысячи рублей конечно это в два раза дороже чем те моталки которые я смог рассматривала ну почти в два раза я там видела 680 рублей 700 рублей но они меня не устроили потому что во первых все закрыто корпус там пластмассовый и я не знаю что там внутри корпуса а здесь я все вижу я прекрасно вижу что это металл и не только это была причина во первых здесь очень большая ручка удобная если сравнивать с теми моталками которые я вот выбирала прежде чем остановилась на этом варианте и здесь очень удобная штуковина вот видите она откручивается вот здесь мы будем прикручивать к столу посмотрите какой запас вот такой ширины я не знаю сколько здесь сантиметров 8 наверное если вот так посмотреть то ваша столешница которой вы будете прикручивать смотрите какой запас это разброс в 8 сантиметров где-то вот это меня очень устроило то есть она будет крепиться к любой поверхности как толстой так и более тонкой здесь очень хорошо все закручивается все хорошо фиксируется и она работает боже мой ну как же она хороша это какое-то волшебство я вот когда наматывала эту ниточку я просто какой-то релакс как это все происходит и вот смотришь как она красиво это все делает я не знаю это какая-то нирвана в общем я рекомендую вам конечно же ссылку я оставлю на эту моталку и я ею очень очень довольна а ниточку мы с вами будем мотать в общем сейчас а ниточки расскажу что это за ниточка по моему я уже сказала что это шелк вот такого абрикосового очень красивого цвета я покупала этот шелк на одноклассниках очень давно и в общем тогда у меня не было даже еще канала и я увлекалась ирландским кружевом и что-то пошла такая тенденция в общем все вязали из шелка прям какой-то шелковый бум был ну и конечно же я заказала этот шелк я уже не знаю как он называется и мое представление о шелке изменилось потому что я думала что шелк блестит посмотрите он есть конечно какой-то определенный блеск но он практически не блестит он матовый вот в первый раз когда я получила эту посылочку заказывала у какой-то женщины я уже честно говоря не помню и даже не найду как звали этого человека ну женщина которая занималась продажей пряжи вот я получила эти ниточки и обомлела я впервые увидела натуральный шелк вот видите как он выглядит я даже не знаю какой здесь метраж по моему больше чем 3000 метров представляете в 100 граммах я заказывала вот такой абрикосовый цвет и розовый цвет попробовала вязать и честно говоря что-то он меня не впечатлил в общем сейчас на фоне вот этой моталки я хочу перемотать вот этот клубочек разделить на три или четыре части чтобы у меня получилось нить в несколько сложений и мы с вами обязательно что-то забацаем думаю что это будет скорее всего крючком что-то ажурное возможно я этот шелк добавлю в одну ниточку кстати сейчас прервусь покажу я к чему все это рассказываю я надеюсь на ваши комментарии ну во первых показать вам моталку как она работает и рассказать о своих дальнейших планах я не скажу что они будут вот завтра но хотелось бы пообщаться возможно из вас кто-то вязал из этой шелковой ниточки напишите в комментариях но у меня вот сейчас как бы в мыслях какой-то красивый ажурный палантин вот не знаю почему а может быть сюда добавить мохер в этот шелк ведь есть же мохер на шелке может быть какую-то очень тоненькую очень тонкую шерсть в общем я не знаю я надеюсь на вашу активность напишите и мы с вами обязательно что-то свяжем наверняка это будет что-то очень красивая эффектная ну и радующие нашу душу сейчас прервусь возьму ниточку покажу какие у меня мысли и потом конечно же покажу как мы это будем с вами как покажу как работает эта моталка и вот как раз эту ниточку я тоже попробую намотать вот она эта ниточка хаапсалу это стопроцентная шерсть и метраж здесь 1400 метров и у меня были виды на эту ниточку вот один моточек у меня посмотрите как хорошо гармонирует очень гармонирует вот эти цвета какой же был красивый палантин если бы это забацать а может быть ажурное платье я не знаю может быть какая-то накидка пока я не знаю точно что это будет но то что это будет красиво это сто процентов вот я хочу попробовать перемотать во первых вот эту ниточку ну даже если я буду как бы вязать именно хаапсалу в одну ниточку мне просто интересно перемотать вот в такой клубочек в моточек вернее и показать вам как это моталка работает не знаю как у меня получится вот надо как-то на штырь одевать или чтобы кто-то держал или я сама буду держать в общем сейчас сейчас мы с вами это попробуем но то что цвета подходят это несомненно чему я очень очень рада и так мои хорошие показываю вам вид снизу вот так вот прикручивается это моталка к столу здесь у нас столешница где-то два миллиметра повторюсь что у вас 2 сантиметра вот такой вот запас то есть вот такой толщины вы можете прикрутить эту моталку вот к такой толстой столешнице вот это то мне и понравилось что к любой поверхности к самой толстой к самой тонкой можно это дело прикрутить теперь я здесь уже немножко намотала вот эту нашу ниточку хаапсалу сразу видите прорези то есть ничего не нужно фиксировать вот здесь вот эта прорезь самую первую ниточку фиксируют и дальше мы мотаем и причем можно даже без вот этой картонки я попробовала очень легко снимается вот вы это сами видите поэтому картонка здесь даже и лишняя она здесь не нужна и так сейчас попрошу люшика я вам сейчас просто покажу где находится мой клубочек чтобы вы понимали значит вот клубочек который я положила в коробку чтобы он не пачкался и а там лежит этот клубок из которого я мотаю собственно говоря вот это ниточка но здесь один есть одна есть хитрость то есть вот эту ниточку нужно поднять правой рукой допустим вы мотаете крутите ручку вашей моталки а левой рукой поднимаете вот эту ниточку чтобы у вас натяжение но это как левая рука как натяжитель служит натяжителем для вашей ниточки чтобы ваша ниточка не оборвалась я сейчас попрошу люшек а он приблизительно покажет как это выглядит и тогда все будет замечательно ну потому что не сразу у меня это получилось моталка обмотает хорошо а вот что делать с ниточкой от мотка мне пришлось немножко подумать и так мои хорошие вот смотрите я стою левой рукой я держу вот эту ниточку от мотка она поднята у меня вверх а правой рукой я кручу нитку кручу вернее ручку самой моталки и вот левая рука я чувствую что ниточка ну как бы слишком сильное натяжение значит нужно не так быстро крутить ручку моталки иначе порвется ниточка и вот таким вот образом мы это все дело мотаем я поставлю сейчас перед собой весы и электронные весы чтобы я могла повзвешивать сколько же у меня осталось ниточки в моточке да чтобы вы понимали сколько вы отмотали то есть поставили весы и взвешиваем я сейчас вам покажу вот я принесла электронные весы и буду себя контролировать 76 грамм осталось у меня в мотке значит у меня моточек намотан уже 25 грамм в принципе если а вы хотите в два сложения значит что нам нужно сделать нам еще нужно сюда намотать еще 25 грамм чтобы вот здесь осталось 50 и вот таким вот способом мы можем рассчитать нашу ниточку в несколько сложений и понимать сколько моточков нам вот таких нужно сделать можно но как бы не делать обрывы сделать обрыв уже когда будет 50 грамм и потом уже если вы надумаете вязать что-то с ниточкой в больше сложений тогда уже этот моточек перемотать но это как бы несложная арифметика возможно просто подсказка для вас как вот так сделать если конечно же у вас есть электронные весы в наличии но я свое впечатление об этом чуде вам рассказала это такое облегчение для вашего труда в общем я я рекомендую купить вот эту конечно же эту модель проверено мной немножко дороговато но конечно качественные вещи наверное здесь оправданы так скажем оправданное вложение денег полторы тысячи я думаю что для такой моталки не так уж и много в общем рекомендую пробовала даже вот эту ниточку соединять если сделать меланж понимаете но это можно сделать при вязании а можно сразу вот так вот смотать и получится у нас тогда шерсть на шелке посмотрите какая какой красивый получается цвет ну в общем это все это мои мысли сейчас разговор не об этом напишите в комментариях чтобы вы хотели связать чтобы вы связали из таких вот ниток шерсть и шелк может быть кто-то добавлял хапсалу махер очень хочу услышать ваше мнение ну и поставьте пальчик вверх если это видео вам понравилось а я сейчас буду заниматься вязанием буду перематывать пряжу дальше я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока пока